Дорогие коллеги, мы тут вам всё рассказали, мнение рассказали, теперь будем слушать вас. Так, можно включить презентацию? Пожалуйста, возьмите ваши телефоны, зайдите на сайт, голосуем онлайн, это очень важно. Итак, обсуждаем, кто же прав, что нам выбрать с вами? Первое. Больной, третья стадия, брав позитивный. Ваш выбор. Наблюдение, интерферон, ингибиторы, таргетная терапия, брав плюс мег ингибиторы, неволумаб, пембролизумаб. Начинаем голосовать. Что? Голосование работает? Голосование работает? Вот, всё. Ну что, замечательно. Хорошие результаты. Почти одинаково, да? Да. Почти одинаково. Совсем одинаково. Нет. Нет? Всё-таки таргетная терапия чуть повыше. Но всё-таки есть у нас доктора, которые назначают интерферон. Хорошо. Три человека голосуют, да? Хорошо. Поднимите руку, кто голосует. Ну, много. Хорошо. Следующее, будьте добры, включите, пожалуйста, следующее. Так. Пациент, брав негативный. Также пять опций. Наблюдение, интерферон, эпилюмаб, неволумаб, пембролизумаб. Вот. Что мы назначаем? Пембролизумаб не зарегистрирован в Российской Федерации, но в рекомендациях уже есть. Помните это, да? Голосуем. Что, уже всё готово? Ну что, есть всё-таки доктора, которые назначат интерферон, и я думаю, что причины здесь несколько понятны, да? Да. И в основном назначают неволумаб. Неволумаб, да. Итак, сказать, кто прав... Можно включить дальше презентацию, да? Сказать, кто прав, достаточно сложно. Что мы хотим, наши ожидания от девантной терапии? Конечно, мы хотим излечить пациентов. Конечно, мы хотим, чтобы была минимальная токсичность, чтобы была индивидуализация лечения, чтобы именно нашему пациенту мы назначили то, что нужно, то, что будет приемлемо. И чтобы, конечно, продолжительность лечения была минимальная при сохранении эффекта на лечение. Что нам выбрать? Какие опции на сегодняшний день есть в мире? Ну, посмотрите. То, что мы говорили. Это наблюдение, это интерферон, это таргетная терапия. И дальше пошли эпилюмаб, неволумаб и пембролизумаб. И внизу, посмотрите, вот снижение риска рецидива при интерферонах – это 13-14%. Выше при таргетной терапии – 53%, при эпилюмабе – 24%, неволумаб – 35%, пембролизумаб – 43%. Ну, во всяком случае, выигрыши значительные. И, наверное, сегодняшний день мало кто скажет, что я буду пациента наблюдать и ничего ему не назначу. А что у нас в Российской Федерации? Уже несколько звучало на сегодняшний день. Наталья Владимировна уже показывала. У нас пембролизумаб пока не зарегистрирован, но в рекомендациях уже есть. Мы ждём сейчас регистрации. И у нас есть таргетная терапия, есть неволумаб, есть пембролизумаб. И остался у нас интерферон. Все это прекрасно помнят, да? Но интерферон, причём есть оговорка при назначении его при второй B и второй C стадии, возможно его назначение, но при изъязвлённых только формах. Без изъязвления назначать его бесполезно. Что говорит метаанализ? Просто ещё раз напомню, что на сегодняшний день применение интерферонов показало, что есть влияние на безрецидивную выживаемость, а влияние на общую выживаемость отстаётся под большим сомнением. И вот это, конечно, такое легендарное было заседание ЭСМО в прошлом году, когда выступал Александр Гермонт, и когда сказал «гудбай» интерферону, его можно назначать только в случае, когда есть изъязвление. Тогда разница в безрецидивной выживаемости, она значима. При остальных случаях назначение его бесполезно. То, что касается неволумаба, сегодня уже тоже показывали, по сравнению с эпилюмабом, выигрыш, конечно, однозначно есть. На сегодняшний день неволумаб является абсолютным стандартом одевантной терапии больных с резиктабельной формой меланомы. Вне зависимости от брав мутации. То, что касается пембролизумаба, кривая, это тоже уже было сегодня показано, безрецидивной выживаемости. И мы ждём регистрации пембролизумаба наравне с теми опциями, которые на сегодняшний день уже существуют. И комбинированная терапия, ещё раз вернусь к слайду, доброфениб с траметинибом против плацебо, безрецидивная выживаемость, как и сейчас данные есть, и общая выживаемость, и безрецидивная выживаемость. Она значима. Трёхлетняя, посмотрите, выживаемость. И снижение риска рецидива на 53%. Это самый большой процент вышел безрецидивной выживаемости. Но обращу ваше внимание, вопросов достаточно много. Мы назначаем таргетную терапию только в течение года, а на второй год мы наблюдаем в общей популяции у пациентов увеличение, снижение, увеличение риска, не увеличение риска, а снижение безрецидивной выживаемости на 20%. Это говорит о том, что, может быть, лечение нужно, в демантной терапии, продолжать дольше, чем один год. И я обращу вас к тем данным, которые, помните, при GIST были, при гастроинтестинальных стромальных опухолях. Когда появился ГЛИВЕК, его сначала стали назначать один год. Потом стали сравнивать один год против трёх. Три лучше, чем год. Теперь уже более длительный период в деманте получают больные. Так, может быть, и с меланомой, сбрав мутированную, нужно не один год, а назначать более продолжительный период. Но мы помним, что лечение достаточно токсично, оно имеет определённые осложнения. Сегодня мы должны проводить отбор пациентов и назначать согласно тем рекомендациям, которые существуют. Выигрыш применения доброфени бастромитенибом во всех группах, во всех подвидах он абсолютно доказан. При третьей А, третьей В, третьей С стадии. Поэтому на сегодняшний день комбинация доброфени бастромитенибом значительно расширяет возможности для одевантной терапии у больных третьей стадии заболевания. И на сегодняшний день, как рекомендации звучат. Первое. Меланома третьей стадии. Брав позитивная. На первом месте у нас стоит комбинированное лечение. Возможно назначение и неволумаба. Пембролизумаб, когда он будет зарегистрирован однозначно, мы тоже будем назначать. И также остаётся интерферона. Брав негативная меланома. Третьей стадии. Начиная с третьей Б стадии назначения неволумаба. Пембролизумаб. Тогда, когда он будет у нас зарегистрирован в настоящее время. Повторяю, в рекомендациях есть, пока регистрации нет. Но это дело просто времени. И интерфероны. Четвёртая стадия меланомы кожи. Неволумаб. После полного удаления голономы. И вторая стадия. На сегодняшний день. Нужно или не нужно назначать. В рекомендации достаточно так демократично написано. Возможное назначение у больных с наличием извязления. Итак, уважаемые коллеги. После всего прослушанного. Ещё раз давайте подумаем. Как мы будем лечить пациентов. После того, когда проапелировали радикально. Брав позитивную меланому. Ваш выбор. Наблюдение. Интерферон. Таргетная терапия. Неволумаб. Пембрализумаб. Голосуем. 90%. Да. Нет. Передумали. Ну хорошо. Большинство. Большинство голосует за таргетную терапию. И, наверное, будет 23% голосуют за неволумаб. И я согласна. Трудно сказать, кто прав, кто не прав. Потому что любая опция. Помните, неволумаб может назначаться вне наличия. Брав наличия мутации. А брав ингибиторы в сочетании с мекингибитором назначаются у пациентов, которые есть мутация. Есть мутация. И дальше, значит, мы... Следующая у нас опция. Это брав негативный. Ваш выбор. Наблюдение. Интерферон. Эпилюмаб. Неволумаб. Пембрализумаб. Что назначаем? Не включили? Не включите, пожалуйста. Оно как-то соскакивает голосование. Буквально секундочку. Попробуйте еще раз запустить голосование. Оно сбрасывается. Все подключилось. Голосуйте, пожалуйста. Интересно, что кто-то хочет назначить эпилюмаб. Хочется спросить, в какой дозе. И он у нас... Случайно? Ах, это вы? Михаил Ильич, понятно. Эпилюмаб не изрегистрирован в Российской Федерации для лечения в одевантном режиме. Помните, да? Да. Но мы не ставили опцию ставить таргетную терапию. Правда? Прибрав негативное. Никому в голову не придет назначить вдруг. Конечно, нет. И еще. Химиотерапию. Наверное, никому в зале не придется. Придет в голову назначить химиотерапию. Докарбазином. К сожалению, назначают. К сожалению, назначают. И отрадно то, что никто не будет наблюдать пациентов. Будут пытаться назначать терапию. Мы понимаем, что это дорого, что не всегда это доступно. А теперь появились возможности, правда? Да. Мы будем стараться искать возможности, правда? И лечить наших пациентов, чтобы они жили долго и счастливо. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Спасибо.